27 августа 2024 год по поводу покровска мирнограда ребята я уже говорил предыдущих видео уезжайте гражданские 10 километров то есть шкала простая еще раз повторю очень коротко 20 километров от вас до расистов по дипстейту посмотрите там линейка есть 20 километров от вас до красного захваченного расистами до вас до биладураду рекомендую же 15 километров до вас и раз между вами и расистами это уже ствол когда вас добивает и грады по-прежнему к вам прилетать если так четверо увеличивается уже опасность для вашей жизни геометрическая прогрессе увеличивается опасность не арифметическое если до вас от вас до расистов уже там семь не дай бог три километра до вас добивают 120-е 82 минометы то есть это уже и кроме того тоже стволка и те же града то есть там уже шансы на выживание просто минимальные при интенсивных боевых действиях которые сейчас в покровске как раз иду так что ребят я понимаю там вы пишете что у вас там нету куда ехать нету блин за какие деньги ехать нету но поймите что если вы там останетесь у вас завтра будет все то же самое у вас также не будет денег и не будет возможности у вас еще не будет руки еще и мертвый родственник там придется куда-то его возить собой там легко родить понимает то есть ориентируйтесь старайтесь оставьте оставьте это дело военном это раз что хотел сказать второе по поводу того что сейчас прилетает по гидроэлектростанции вот это да по киеву там лупят они по весам ребята в эту игру можно играть вдвоем и я вот я сейчас посмотрел 28 апреля этого года записал видео что ребята россияне вы не с теми связались понимаете все эти королевы глушко там инженеры ракетчики южмаш понимаете это все украинцы и украина то есть вы криворукие блин нафиг охватить часть себе такого я говорю я просто рабочий всю свою жизнь мне когда-то захотелось я на 3d принтере просто педальный вертолет себе завтра то есть по факту как будто плана только вместо крыло вместо крыло угол атаки там все остальное полотно это я создаю двумя пропеллерами которые на одной оси стоят ротационные гасят ротацию сделал спроектировать я рабочий еще раз говорю я его сделал в натуре там то есть как-то на 3d принтере распечатал даже там педальки эти покрутил она полетала ну условно это я рабочий что же делают наши инженеры поля ныть а вот это это только первая вам ласточка понимаете там дальше больше будет ребята поверьте украина без энергии без энергии без тепла куда лучше будет себе чувствовать чтобы россияне вы своих этих я не знаю заполярье так что ничего посмотрим украинцы не паникуемся в порядке судя по тому какое количество ботов сейчас приходит на моих вот на youtube канал я же говорю у меня там вообще там то не просмотров ничего нет мы просто огромные орды ботов там 100 просмотров на видео там 500 нафиг комментариев условно говоря потому что и гимна у нас не такой у поляка мы воровали и там не знаю все что хочешь хотя ну ребят ну правда ну гимн украинский написан текст гимна написан 1862 году но российский в 2000 михалковым написано они говорят у нас более свежий такого скоро еще один будет вам гарантирую не переживайте да а великий русский ученый ломоносов да первый который в первой википедии первый великий русский ученый ломоносов учился где в киевом и гелянской академии ну потому как где была в россии академии ломоносов их основал уже после киева на гелянск ладно не в том дело в общем в курске нормально идет говорят что зачем на покровске наступает зачем растрачивается все вы не понимаете разницы самое основное что стерта вот это красная линия что на россию нападать нельзя она там устроит что-то страшное страшно ядерную бомбу скидет а он сидит этот пляшевый гном засунул себе язык в зад еще надеюсь что не в свой блин и молчит и рассказывает про то там какие у него яблочки какие жвачки какой урожай персиков у него на капустных полях нормально все посмотрел на тот шон лошара всего блин лицом его же дерьмо окунули так что блин это все того стоит поверьте она гораздо более ценно если мы допустим как третью третья штурмовая дальше под бахмутом там старалась как-то себя показать но все равно но эффекта того не дают сейчас 82 80 там прекрасно себя ведут в курске так что это хорошо это красная линия стерта превращена в черно-гавенную линию из-под этого вытекающего ядерного чемоданчика в которых ходит по большому этот путин также не переживайте все нормально она того стоит и дадут нам больше вооружение благодаря этому потому что увидели западные страны что нефиг бояться этого пляшевого гнома ничего не может ничего на это речь очку и ну что тут говорить ядерку он не применяет ждем сейчас пока сначала срочников положит блин там тысячами блин потом он объявит мобилизацию потом еще и поменять технические ядерного оружия напоследок уже как бы последний выдох тоже не паникуйте все будет нормально уже в 16 есть уже поставляют нам ракету уже у нас своих нептуна хватает как нептуны до расхринячили этот паром прекрасно сгорела вот эта нефтебаза все будет хорошо народ был я надеюсь что может быть в этом году но в следующем году уже сто процентов на эту рашку докона все буду украина не поймайтесь